Сергей Гатанандов в интервью за несколько минут до тайного голосования поддержал отставку Юрия Скуратова. По его мнению, личная проблема прокурора должна стать, наконец, для стороны пройденным этапом. Нас сейчас беспокоит не Скуратов, и даже не то, что Борис Николаевич настаивает о его снятии, а то, что будет с генеральной прокуророй и вообще правоохранительной системой. Как сделать, чтобы эта система работала и работала не только на себя, и защищала не только себя, а защищала простых людей. Потому что, когда генеральный прокурор сегодня обижается на то, что он попал в такие условия, пусть бы он посмотрел, как люди ищут правду в прокуратуре. Слава Богу, у нас в Карелии более-менее эти вопросы решаются. А по ряду регионов мы очень хорошо знаем, что такое телефонное право и все остальное. В то же время Валентина Пивненко заявила, что ее сомнения в компетенции генерального прокурора, возникшие после опубликования отзыва, который Скуратов прислал на проект яблочной конституции Карелии, сейчас развеяны самим Скуратовым. Он обещал отозвать свой документ, поскольку не предполагал, что его будут использовать в качестве официального. Он высказал свое сожаление тому, что произошло, и сказал мне, что он письменно отзовет собственное заключение. Также, как сообщила Валентина Николаевна, в эти дни она приняла участие в работе над законом о гарантиях вкладов граждан в банках. Пока он не принят, идет работа над поправками. Обсуждались вопросы изменения в налоговом кодексе России. На ближайший год удалось отстоять большую независимость российских регионов в решении финансовых вопросов. Кроме того, в правительстве решались вопросы выплаты детских пособий, деньги на которые зависли где-то в Москве. Я вчера с Валентиной Ивановной Матвиенко разговаривала по этому поводу, она была удивлена этим очень. И я надеюсь, что вот обещание Валентины Ивановны все же оно будет выполнено. Также состоялась встреча в Газпроме, целью которой было решение вопроса о бесперебойной поставке сжиженного газа в Карелию. Мы никому не должны. Нам вместо 2 миллионов 400 тонн пришло только 400 тонн. Поэтому мы бы хотели все же найти такие договоренности, чтобы до конца года, включая декабрь, вот эти остатки 2 миллиона, чтобы они были нам в республику Карелия направлены. Простите, 2 тысячи остается, чтобы они были направлены нам. И договориться с Рем Ивановичем Вяхеревым все же к реализации проекта по строительству газопровода от Петрозаводска до Кондопоги.